Однажды в музее Светы, как настоящие Только твоему костюму чего-то не хватает Чего это не хватает? Ну, я пока не пойму Можно с тобой поиграть Я хоть и совенок, но я тоже могу быть пиратом Играть его роль Нет, Шуша, лучше будешь говорящим попугаем Да, на пиратских кораблях всегда были попугаи Ой, ура, я буду играть попугая Ну, тогда придумывай себе роль А как придумывать? Ну, ты же теперь актер Зачини, что ты будешь делать, что говорить Андрейка, но актеры же так не делают на сцене Вот чего захотят Им дают уже готовые роли Они их учат Ой, только не учить Мне это в школе хватает Никто актеров не учит Они сами выходят на сцену А там уже корабль стоит Готов отплыть Все только нас с тобой ждут Я беру свои длинные пистолеты За мной, мой верный друг Навстречу опасностям Здорово у тебя получается Только в настоящем театре актеры не сами сочиняют свои роли Ты, Андрейка, можешь в этом убедиться, если полетишь со мной в театральный музей Хм, а костюмы в этом музее есть? Конечно, это же самый главный театральный музей в нашей стране Там много костюмов В них раньше выходили на сцену великие актеры Ой, как интересно Тогда полетели скорее Шуши-муши, солнышко, чаки-бряки, пальма Неси скорее перышко в музей нас театральный О, да это настоящий особняк Здравствуйте Как я рада, что вы наконец добрались до нашего театрального особняка Это действительно самый первый театральный музей имени Бахрушина А имени Бахрушина он потому, что это был настоящий жилой дом И жил здесь настоящий купец Здравствуйте Андрейка, познакомься Это Наталья Сумерина Приятно познакомиться, Наташа Наверное, этот купец любил ходить в театр И поэтому открыл такой музей Да, Бахрушин очень любил театр Он даже сам пел У него был очень красивый баритон Но актер из него не получился Но зато он очень любил собирать все-все, что относилось к театру И поэтому однажды он решил открыть настоящий театральный музей Он собрал огромную коллекцию всего, что только может относиться к театру И после этого показывал ее людям А посмотрите, ведь ее мог любой Вот вы пришли сегодня ко мне в музей И раньше любой человек мог прийти в этот музей Видите, какой у нас на стене висит колокольчик? Ой, можно я позвоню в этот колокольчик? Можно! Колокольчик у нас старый И звонит он очень-очень неохотно Но когда ко мне приходят такие дорогие гости Мы разрешаем колокольчику развязать свой язычок и позвонить Ух ты, как интересно! А теперь давайте пойдем и познакомимся с коллекцией Бахрушина А гости у меня такие сегодня почетные Что мы с вами начнем знакомиться Как и все знаменитые гости С кабинета своего хозяина Ой, какой большой кулак! А зачем хозяин дома держал на своем столе такой кулак? Чтобы бояться? Или чтобы других пугать? Нет, Шуша, ведь я же тебе уже сказала Что наш хозяин дома собирал все-все, что относилось к театру А к театру относятся не только такие вещи, как декорации, костюмы, реквизит Много таких, да, умных и непонятных сейчас пока еще слов Но еще и относятся вещи, которые иногда дарят актеры Ведь не только актерам дарят подарки Но и сами актеры большие шутники и тоже любят дарить разные подарки И вот такой кулак, такой страшный большой кулак Сделали артисты малого театра заведующему их репертуарной частью И подарили его с намеком Потому что этого человека был очень жесткий характер И в этом железном кулаке он держал всю труппу театра Однажды они не выдержали и намекнули ему об этом Ой, так здорово! Наташа, а что вот это за туфельки в витрине? О, а это Андрейка, самое большое сокровище Алексея Александровича Ведь он был самым первым в мире коллекционером Который придумал собирать балетные туфельки Ты же знаешь, что такие туфельки называются пуанты И нужны они для того, чтобы балерина могла встать на самые кончики пальцев Так вот раньше эти туфельки, когда они изнашивались, просто выкидывали А Бахрушин придумал приходить к балерине Брать в нее после спектакля вот такие стоптанные туфельки И брать внутри автограф, надпись на память И забирать себе коллекцию Смотри, видишь, тут стоит фотография, где много-много таких смешных людей Карикатура, рисунок И вот все такие люди, они над ним смеялись Потому что у этого богатого купца было так много денег А он вместо этого ходил и, как они говорили, собирал старые тапочки Но постепенно все театры, все коллекционеры мира поняли, какую ценность они упускают Ведь от балерины не останется ничего, кроме ее туфелек и ее платья, когда она уйдет со сцены И еще автографа Конечно А я, кстати, тоже люблю брать автографы у известных людей Да, а в нашем музее хранятся очень много автографов Ведь актеры, когда они узнали, что Алексей Бахрушин собирает такую нужную коллекцию Им эта идея так понравилась, что они даже стали давить ему свои фотографии с надписями на память Посмотри, какие у нас есть и автограф Анны Павловой, автограф артистов Малого театра И автографы артистов даже из-за границы Например, Томмазо Сальвини из Италии написал Андрейка, смотри, какая шляпа Вот такая тебе нужна была для игры в пирата А я-то думал, чего не хватало тогда твоему костюму Точно, Шуша! А вот это поменьше для тебя Наташа, а в каких костюмах играли раньше в театре? И вообще, расскажите, каким театр был давным-давно? О, для этого нам с вами придется сейчас перенестись в прошлое А поможет нам в этом совершенно другой зал Давайте теперь заглянем туда, где раньше находилась столовая у Бахрушина Давайте! Однажды в музее Смотрите, какой огромный зал, да? И мы сразу с вами увидели два таких красивых костюма, да? Как будто их надевают дамы и кавалеры 18 века Посмотри, Шуша, ты сказал, что тебе такого не хватало Такой шляпы, но мне кажется, такая шляпа не очень подойдет к пирату Это скорее шляпа у знатного кавалера с таким пером красивым А я думаю, у пираты тоже в таких шляпах с перими У пирата треуголочка, а тут она кругленькая, да? А посмотрите, а сделаны они из бумаги, правда? А драгоценные камни на этих костюмах не настоящие, а настоящие ячеечки, в которых лежат конфеты Ассорти, правда? Такое платье называется макетом, а вот потом уже его возьмет Художник его возьмут швеи и будут шить уже настоящий костюм, в котором выступит актриса А как ты думаешь, Шуша, а удобно вообще играть вот в таком тяжелом платье, если оно будет шито? Ну, мне-то точно будет тяжело, я же маленький Ну вот, и актрисам было не очень удобно Даже у тех, кто танцевал, у балерин платье тоже было тяжелое Пойдем посмотрим на картинку Смотрите, Андрейка, Шуша, какое тут платье, да? Юбки тяжелые Вы знаете, что такие юбки держатся на специальных тяжелых обручах? Да-да, такие железные металлические прутьи, но зато красиво Конечно, красиво, а талия у балерины утянута тонко-тонко Вы знаете, во что утягивают талию? В корсет Правильно, в корсет И вот, а туфли, смотрите, у нее на каблуках, и они даже больше, чем у меня каблуки Удобно танцевать в таком наряде? Я не пробовал Но вот балерина, она чуть-чуть ходит по сцене и помогает себе ручками А хотите, я вам покажу, как выглядел театр, в котором они играли? Конечно, хотим! Мы для этого сюда и прилетели Смотрите, какой у меня есть макет, на что похоже? Ой, на дворец сказочный Конечно, ведь каждый художник в эту эпоху старался стать еще и настоящим архитектором Поэтому в каждый раз возводил здание своей мечты И вот такие декорации, они даже двигаться иногда умели и меняться И зрители в таком театре всегда аплодировали три раза Первый раз они аплодировали актерам, которые играли в таком красивом театре Второй раз они аплодировали композитору, который сочинил красивую музыку А третий раз они аплодировали художнику, который нарисовал для них такие сказочные красивые декорации Ой, как здорово! И теперь, если я пойду в театр, я тоже буду три раза аплодировать всем Наташа, а кто же был первым русским актером? А первого русского актера звали Федор Волков И появился у нас такой театр профессиональный русский совсем недавно, только в XVIII веке Представляешь, Андрейка, ведь в Древней Греции у них уже в V веке до н.э. был театр настоящий, профессиональный А у нас русский профессиональный театр появился только в 1756 году Мы отстали от Греции Отстали мы от Греции и появился он благодаря как раз Федору Волкову, который на русском языке играл пьесы русского драматурга Сумарокова, настоящего драматурга классицизма для всех, для всех желающих И когда царица Елизавета узнала об этом, она издала приказ о том, чтобы быть русскому театру И так в 1756 году появился русский театр, который могли посещать все-все Однажды в музее Вы знаете, что раньше музыку слушали не только в зрительном зале, но и даже в антракте? А вы знаете, что такое антракт? Я знаю, это перерыв в середине спектакля Но разве в это время зрители не шли в буфет? Нет, что ты, Шуша, они не шли в буфет, ведь у них фойе И если ты посмотришь театральное фойе, ведь оно похоже немножко на бальный зал Играла музыка, и зрители слушали музыку и танцевали И все антракты всегда писали на афише Все-таки в театральном музее имени Бахрушина столько интересных вещей Мне вот понравились эти трубочки Наташа, а для чего они? О, а это зрительские трубочки Они раньше заменяли людям бинокль Ведь вы же возьмете с собой бинокль, чтобы лучше видеть то, что происходит? Наташа, уже в те времена можно было разглядеть актеров поближе Наташа, а вот рассудите наш спор с Андрейкой Он говорит, что актеры сами сочиняют себе роли А я думаю, что они только играют А весь спектакль придумывают другие люди Ты прав, Шуша, и Андрейка тоже немножко прав Потому что спектакль – это единый процесс Конечно, пьесу придумывает драматург И, конечно, Андрейка, актеры сами себе роли не пишут Но если только это не специальный спектакль Нет, я думала, что актеры сами выходят на сцену И там просто по обстоятельствам придумывают себе слова Прямо по действию А, такой спектакль называется импровизация В современном театре такой тоже бывает Но все-таки в настоящем театре, как правило, пьесу пишет драматург И потом уже режиссер вместе с драматургом думают Как будет выглядеть эта пьеса на сцене А уже потом актеры учат Андрейка Они все-таки учат роли и запоминают их А дальше актер уже должен понимать А что же он все-таки хочет этой ролью сказать своему зрителю И как он будет ее играть, и как он будет говорить Так что спектакль – это процесс создания многих-многих людей Что это? Похоже на театральный звонок Конечно, ведь нас же уже приглашают в зрительный зал Идемте, я вам покажу зрительный зал малого театра Ой, какой красивый Только очень маленький Шуша, это уменьшенная копия Она называется макет Верно Видите, это совсем маленькая копия настоящего театра Но зато вы можете увидеть, как выглядит зрительный зал И на какие части он поделен А я знаю Есть портер, есть бельетаж и амфитеатр Правильно А ты знаешь, где что находится? Я знаю только, где портер, потому что мы сидели в портере Ну, над нами еще балкон был Хорошо Правильно, портер находится внизу, да А самые богатые места раньше располагались именно в бельетаже Поэтому он так и называется бельетаж Красивый этаж, прекрасный этаж Ой, а я слышу музыку Это музыканты в оркестровой яме настраивают свои инструменты Ведь в музыкальном театре есть свой оркестр И им управляет дирижер Но он есть не только в музыкальном театре И в драматических театрах часто бывает тоже оркестровая яма Однажды в музее Я еще раз осмотрел зрительный зал театра И вот хочу спросить вас, Наташа А что там за гнездышко на сцене? Какое еще гнездышко, Шуша? Вот это А-а-а А это суфлерская будка Будка? Там что, собака? Ну, нет, конечно, там не собака сидела Но там сидел специальный человек Который подсказывал актерам текст Если они вдруг его забывали Такого человека называют суфлер А, суфлер, я слышал Шуш, да не бойся, нет там никакой собаки Что ты дрожишь? Суфлер это человек, который помогает актерам Но это таким, которые не хотят роль учить, как я А вот у меня тоже есть к вам вопрос О каких актеров прошлого вы знаете? Ну, мне бабушка говорила, что хорошие актеры Это Раневская, Крючков, Орлова Очень любила она любовь Орлова Всегда мы старинные фильмы смотрели вместе Да, вы назвали мне много актеров И вот актеры считали, что Бахрушин, конечно, сохраняя о них память Делал великую вещь Поэтому у нас много-много информации об актерах прошлого Актер уйдет со сцены, и зритель о нем забывает А вот Бахрушин собирал много-много вещей Которые, в том числе, им принадлежали Какой он молодец! Да, и сохранял о них память Но вы же знаете, что не только Зрители дарят не только цветы, да? Вы принесли же цветы актерам в зрительный зал? Конечно, мы обязательно приходим с цветами А я иногда в цветы Если мне очень нравится актер Я кладу туда игрушку Вот, и актерам раньше тоже зрители дарили подарки Вот у нас, например, хранятся вещи, которые им принадлежали Смотрите, какая красивая диадема С настоящими алмазами Ой, как красиво! Королевская корона! Конечно, ведь зрители считали актрису Малого театра Федотовой Настоящей царицей на сцене А настоящие алмазы там потому Что они считали, что это настоящий неограненный бриллиант на русской сцене И ни один театр, ни один режиссер Никогда не раскроет до конца ее талантов А вот эту солонку, видите? Маленькая позолоченная лежит Красивая солоночка! А вы слышали выражение «съесть пудсоли»? Конечно! Постоянно! Но это, если ты съел пудсоли со мной То значит, ты мой настоящий друг Мы с тобой много пережили Да, прошли через много горечи Через много трудностей Вот и драматург Костровский подарил актерам эту солонку Ведь ты знаешь, Андрейка, что у актеров не всегда все получается И не всегда зрители довольны тем, что он делает на сцене Поэтому актер должен этот пудсоли съесть Пройти через много горечи Через много трудностей И вот если он пройдет этот путь, тогда он станет настоящим актером Как непросто стать актером? А хотите, я вам покажу самый-самый дорогой подарок на экспозиции? Конечно, хотим! Посмотрите, какой подарок подарили поклонники оперному певцу Федору Ивановичу Шаляпину Настоящий золотой венок И на нем целых два вида листиков Смотрите, какие дубовые и лавровые листики Ой, как похоже на наши лесные листочки, только блестят Конечно! Шуша, ты знаешь, каким бывает старый-старый дедушка дуб в нашем лесу? Ну, конечно! Он бывает таким же мудрым, как мой дедушка Вот видишь? Поэтому дубовые листики в этом венке символизировали, что этот актер был очень-очень мудрый А видишь вот такие лавровые листики, Андрейка? Ведь спортсменов, которых на Олимпиаде награждали таким лавровым венком, они сильные? Да-да, я помню, лавровый венок победителя Поэтому, с другой стороны, зрители считали этого артиста очень-очень сильным, как настоящий олимпиец А сделан этот венок из настоящего золота Ух ты! Дорогой подарок, правда, для артиста во всех отношениях? Да Но я думаю, когда, Андрейка, ты станешь настоящим великим актером, у тебя тоже будут такие поклонники Но придется постараться Ну уж я постараюсь Скажите, Наташ, а Шаляпин был только оперным певцом? Да, он пел в опере Но он первый придумал, что оперные артисты должны не только на сцене петь хорошо, красиво петь Но они еще и должны играть А знаете, какое было правило у настоящих артистов в девятнадцатом веке? Первые пятнадцать минут на премьере их не должны были узнать самые близкие родственники И каждый раз образ должен был совершенно быть новым Они что, маскировались? Да, они каждый раз подбирали голос, подбирали грим, подбирали костюм И тщательно-тщательно репетировали роль Вот Шаляпин, например, любил советоваться и с историками, и с писателями Чтобы детально-детально сделать своего героя похожим на того, каким бы он мог быть в реальности Наташа, они тоже учили свои роли? Конечно, ведь актер должен перед выходом на сцену подготовиться Ведь если ты не выучишь текст, то ты просто не будешь знать, что ты скажешь в следующую минуту своему партнеру Ты решишь, что ты играешь пирата, а Шуша решит, что он сегодня играет зайца И сказки про зайцев и волка И вы будете говорить абсолютно на разных языках Как будто два спектакля на сцене Ясно Я теперь понял, как серьезно надо подходить к актерскому делу А я очень много нового узнала о том, как появился театр И каким он был раньше Спасибо вам, Наташа, большое Я, например, никогда не слышал, что в антрактах в фойе играл настоящий оркестр И все выходили из зала послушать музыку Да, друзья, наш музей хранит еще много-много тайн театральной жизни И я, Наталья Сумерина, приглашаю всех к нам в гости В Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина И во все его филиалы Да и вы приходите к нам еще раз Обязательно! Нам так понравилось! До свидания! До свидания! Ну что, летим домой? Да, будем репетировать остров сокровищ А начать можем уже по дороге Вот, начнем с этого места В это мгновение со свистом пролетело ядро Ого! Что ж, палите себе, ребята Ведь пороха у вас не так-то много Капитан, они должны быть целятся в наш флаг Не лучше ли спустить его? Спустить флаг? Нет! Пусть его спускает кто угодно Только не я Да поможет нам ветер Однажды в музее